Где-то, вдали от всего, спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф, Бен! А я принцесса Холли. Давайте играть! Нос, подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается на поляне. Гусеница Бетти! Тебе, Гастон! Тебе, Бен! Тебе, Холли! А это тебе, Бобби-пчела! Ой! А ты кто? Это гусеница! Привет! Бен, ты знаешь язык гусениц? Эм, не совсем. Похоже, она говорит Бетти! Привет, Бетти! Мы играем с нашими друзьями, Гастоном, Божьей коровкой и Бобби-пчелой. А ты хочешь поиграть с нами? Похоже на согласие. Эм, давайте поиграем в гонки. Победит тот, кто первым перебежит поляну. А летать можно? Никаких полетов и никакой магии. Хорошо. На старт! Внимание! Марш! Ого! Вы посмотрите на Бетти! Ого! Молодец, Бетти! А давайте Гастон покажет нам трюки. Хорошая идея, Бен. А мы пока что немного отдохнем. Смотри, гусеница Бетти грустит. Похоже, она себя неловко чувствует. Я ее развеселю. Хорошо. Тогда давай, Бен. Ты не грусти, Бетти. Летать это еще не все. Эльфы тоже не летают. А ведь я же эльф. Это не особо-то и помогло. Может, благодаря магии она полетит? Ты можешь такое? Я... Я так думаю. Абра-кадабра! Лети, Бетти, лети! Ого! Сработало! Я не думала, что такое случится. Мы должны ее спасти. Может, другое заклинание? Нет-нет. У меня есть идея получше. Иху! Тихо, Бетти! Спокойно! Оу! Так лучше! Здорово! Привет, Холли. Привет, папа. Что здесь вообще происходит? У Бена небольшие проблемы. Помогите! Я вижу. Стой! Стой! Все становится, когда скажу стоп, стоп, стоп. Что вы сделали с этим несчастным существом? Мы просто хотели помочь ей. Бетти расстроилась, потому что она не умеет летать. Понимаю. Не стоит волноваться. Скоро она сама сможет летать. Как? Ну, потому что она одна из этих насекомых. Гусеница? Да, спасибо, Бен. Да, это гусеница. И они меняются. Правда? Ну, конечно. Вам не стоит волноваться. Эм, хорошо. Если хотите ей помочь, найдите много листьев. Она их ест. И если мы хотим, чтобы она летала, то надо накормить ее листьями? Конечно. Она должна скушать очень много листьев. Зачем? Увидите. Сначала насобирайте листьев. Сейчас узнаем, кто насобирает больше всего листьев. Хорошо. Давай. Давай. Оу, думаешь, мы скормили Бетти слишком много листьев? Да. И теперь она немного... толстая. Так она не сможет взлететь. Так намного лучше. Она значительно поправилась. А, папа, А, как это поможет Бетти летать? Хо-хо-хо. Увидите. Пора домой. А, это няня Плам. Мне пора. Бен, домой. Это мой папа. Увидимся завтра. До завтра, Бен. Спокойной ночи, Бетти. Папа сказал нам накормить Бетти. Но теперь она такая большая, что точно не взлетит. Папа, наверное, ошибся. Холли, папа никогда не ошибается. Он король, а короли очень... умные. Но как Бетти взлетит? Потерпи, увидишь. Спокойной ночи, Холли. Спокойной ночи, мама. Но как Бетти гусеница взлетит? Ну, просто она больше не будет гусеницей. Я не понимаю. Завтра поймешь. Спокойной ночи, Бен. Спокойной ночи, пап. Уже утро. Бен, Бен. Холли. Привет, Бен. Привет, Холли. А где Бетти? Я... Я не знаю. Но посмотри туда. О, что это такое? Не знаю. Но этого вчера здесь не было. Привет. Привет, Валет. Привет, Стробери. Фу. Что это такое? Мы не знаем. Это кокон. Гусеницы их делают. То есть, Бетти гусеница внутри? Да. Но когда она вылезет из кокона, она больше не будет гусеницей. А кем она будет? Эм... Возможно, жабой. Жабой? А может, птицей? Понятно. Бетти гусеница станет птицей, и тогда сможет летать. А-а-а. Кокон. Да, папа. Бетти гусеница внутри кокона. И когда она оттуда вылезет, то она сможет летать. Ведь она станет птицей. Эм... Как правило, из гусениц птицы не получаются. Они становятся жабами? Эм... Нет, не жабами. Тогда кем же она станет? Привет, Бетти! О, она такая же! У неё есть крылья! Ого! Теперь она бабочка! Бетти-бабочка! Смотрите, они все вместе летают! Она выглядит счастливой! Присоединимся к ним! Теперь все могут летать! А я не могу! Э-э-э, Бен, я думал, что эльфы хорошо летают на божьих коровках! Точно! Эльфы ведь летают на божьих коровках! А я же эльф! Гастон! Спасибо, Гастон! Давай, полетели! Ибул! Бен! Бабочка! Хи-хи-хи! Роли дублировали Наталья Зайцева, Татьяна Березовская, Елена Блинникова, Дмитрий Заварский, Ольга Радчук, Павел Скороходко, Анатолий Пашнин, Екатерина Брайковская, Ирина Ткаленко и другие. Перевод Ирины Цвелей Звукорежиссеры Алексей Левс и Карим Насар Режиссер дубляжа Олег Головко Производство русской версии SDI Media Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова